У вас уже нет времени, потому что иначе Антон пострадает, а мы не можем этого, ни в каком. Ладно, Даша, но мы еще вас пострадали. Дорогие друзья, я рад вас видеть всех вместе, потому что вчера я видел только часть из вас, сегодня я вижу сразу и коллег, с которыми чаще вижусь, и наших гостей, это большой праздник. Я бы хотел, раз уж здесь обсуждается метафизика, начать свой доклад с каких-то посылок в моем представлении о проблеме тождества личности. Во-первых, я считаю, что нельзя представлять себе проблему тождества личности как не метафизическую, только лишь по одной причине, что проблема тождества личности связана с другими метафизическими проблемами неразрывными. То есть и с проблемой свободы воли, с проблемой моральной ответственности, если мы все эти проблемы будем трактовать как физически, можно от этого отказаться, конечно. И со многими другими базовыми проблемами. Поэтому обсуждение проблемы тождества личности всегда будет происходить на фоне обсуждения базовых метафизических категорий. Это первое. Второе. Я считаю, что решение проблемы тождества личности является связанным с другими метафизическими вопросами. И не допуская здесь такого либерализма, который часто допускают аналитические философы, рассуждающие о той или иной проблеме. Например, когда кто-то придерживается от них взглядов в одной дискуссии, но когда обсуждается, например, проблема тождества личности, вдруг начинают рассуждать о проблеме тождества личности, забывая о том, что физикалисты, и допускают всякие ненатуралистические сценарии, связанные с тем, что бах, появляются тела в разных точках пространства, сознание в разных точках пространства и тому подобное. Мне кажется, что обсуждая такие большие метафизические вопросы, нужно в том числе и учитывать, какую позицию мы занимаем по другим метафизическим вопросам. Тогда мы просто перестанем обсуждать лишние сценарии. И так я являюсь детерминистом, например, то и сторонником указания зависимости физического. Для меня сценарий, связанный с тем, что появляется неожиданно память скачкообразно у другого тела, у которого этого не было, для меня этот сценарий просто является бессмысленным и недостойным даже рассмотрением. Теперь еще важный комментарий. То есть, например, когда мы говорим об индивидуации «я», нам не нужно учитывать проблему моральной ответственности. А когда мы говорим о проблеме индивидуации личности, здесь так или иначе на горизонте будет проблема моральной ответственности. Главный предмет моего интереса является нарративный подход к проблеме творчества личности. И сначала доклад назывался «Случай сайфера и нарративный критерий творчества личности», но в течение подготовки доклада и разговора с коллегами я убедился в том, во-первых, что я не понимаю, что такое нарративный критерий творчества личности. А затем перешел к более радикальному тезису. Я считаю, что отдельного критерия, как нарративный подход к творчеству личности, не существует. В том смысле, в каком нарративный критерий творчества личности может признаваться нами как отдельный, он не работает. А в том смысле, в каком нарративный критерий творчества личности якобы работает, он не является нарративным критерием творчества личности. Я погромче. Да, я понял. Почему в той мере, в какой он решает проблемы, он не является нарративным? Поскольку здесь он просто-напросто является синтезом других подходов. Он просто заявляет, что он отдельный подход, но на деле это синтез других подходов. И без объединения с другими критериями он работать не будет. И более того, проблема в таком нарративном критерии, который якобы решают все остальные проблемы, заключается в том, что мы имеем на самом деле два понятия нарратива. Одно из которых является избыточно энтологизированным и бессмысленным. Вот. Теперь я бы хотел очертить понимание нарративного подхода. Я опираюсь на идею моего коллеги Дмитрия Волкова, откуда я подчеркнул важные сведения о нарративном подходе. И значит, хотя мы все, я так понимаю, более-менее знаем о том, что такое нарративный подход, но для цели доклада важно, мне кажется, сказать, что такое нарративный подход. Первая, одна из главных мотиваций нарративного подхода, это замена вопроса о реидентификации на вопрос о характеризации. Да? И сразу же я замечу, что любой вопрос об установлении моральной ответственности к личности подразумевает вопрос о реидентификации. И если в рамках нарративного подхода мы пытаемся решить вопрос о применении моральной ответственности, на самом деле мы решаем вопрос о реидентификации. И здесь вырастают перед нами те проблемы, которые не решаются в рамках нарративного подхода, в том смысле, в каком он может быть отдельным подходом. Следующая характеристика нарративного подхода – это наличие перспективы. И в рамках нарративного подхода утверждается, что перспектива всегда одна, она обладает единством, в ней нет прерывов, непоследовательности, и отбираются правильные и неправильные элементы нарратива. Но здесь как раз мы можем увидеть смешение двух понятий нарратива. То есть нарратив – это некая единая история. И нормально сказать, что нарратив – это моя автобиографическая история, которую я имею о самом себе, актуальное представление в данный конкретный момент времени, или в какие-то моменты времени. Но так или иначе, такой нарратив конституирован моей персональной точкой зрения, моей персональной перспективой. Но когда мы начинаем рассуждать о том, об ошибках применения нарратива, например, когда человек называет себя Наполеоном, вдруг начинает играть значение перспективы других людей. Но тогда это отменяет принцип единства перспективы. И более того, это раскалывает нарратив. Мы имеем нарратив, и понятие нарратива только лишь в том смысле, в каком он объединен единой перспективой. Но в данном случае у нас автоматически возникает несколько перспектив. Это раз. Во-вторых, что значит нарратив не может быть скачкообразным? Он вполне может быть скачкообразным. Например, когда что-то происходит в моей памяти, и я вдруг этого не помню. То есть, что-то вылетело. И я не могу этого объяснить. Некоторые люди закрывают какие-то части недостающего нарратива каким-то квази-объяснением. Но какие-то люди признают, что просто объяснения нет. И почему мы считаем, что наш нарратив четкий, логический и последовательный? На каких основаниях? Эти основания не являются частью нарратива. Мы используем ненарративные критерии для решения вопроса один с ее нарративой. Более того, очень сильные допущения. То же самое касается траектории психической жизни. Плюс отелеологическая направленность, на мой взгляд, является таким ярким выражением избыточной рационализации в представлении о нарративе. Но самое главное в нарративном подходе, что меня беспокоит, это так называемые внешние критерии, которые как раз и корректируют случаи ошибки нарратива. Внешние критерии – это условия возможности изложения и правдоподобия нарратива. И второй внешний критерий – это условия возможности изложения нарратива. И правдоподобия нарратива – это два внешних критерия нарратива. Зачем они нам нужны, эти критерии? Вот у меня есть случаи сайфера, но есть много других случаев, более простых. Например, когда человек, ну, мысленный эксперимент такой, человек убивает другого человека делиберативно, да? То есть, там есть основания считать, что это было действие агента. И видите, он должен был быть свободным человека. Я хочу заметить. И, значит, его сразу же после этого сбивает машина. И наступает амнезия именно об этом событии. В его нарративе отсутствуют события, когда он убивает этого человека. Несет ли он моральную ответственность? Конечно, несет. Но, и у меня было такое возражение, но ведь нарратива-то нет. Вот тогда нарративисты делают интересный ход. Они говорят, но ведь нарратив-то не утрачен другими людьми. Другие-то люди могут судить о том, что этот человек совершил это убийство, потому что они были свидетелями и так далее, и так далее. Но в этом самом смысле нарратив перестает быть нарративом. Я просто объявляю все, что угодно нарративом в таком отношении. Потому что другие люди, они не нарратив исправляют. Они говорят, что они указывают на наличие каузальной истории. А вот каузальные истории и события, это не нарратив. Они онтологически отличаются от нарратива. Если я считаю, что каузальные истории и события являются нарративом, тогда я нарративом могу назвать все, что угодно. И у меня получается какая-то постмодернистская игра. То есть, что на самом деле у нас нет представлений об атомах. У нас есть представление только о нарративе и так далее. То есть, в таком смысле понятие нарратива, оно просто теряет значение для дискуссии. Но когда мы решаем вопросы с ошибками автобиографии и применение моральной ответственности, мы на самом деле не дополняем нарративы, а прибегаем к использованию других критериев по реидентификации этой самой личности. А то есть, единство физической каузальной истории, может быть, ментальной каузальной истории, соответствие мотивов и сохранение соответствующих психологических характеристик. А это то, что мы производим, когда установим та же самая личность или нет. То есть, в расширительном применении нарративный подход на самом деле таковым не является. А просто здесь используется череда уже известных нам критериев тождества личности. Вот, это главный мой поинт. И в качестве заключения я хочу сказать, что нарративного критерия как отдельного критерия не существует. Если он как отдельный критерий, а отдельным критерием он может быть только лишь в одном единственном случае, когда я говорю о нарративе как об автобиографической истории. Во всех остальных случаях нарратив перестает существовать, поскольку он сразу же разрывается на несколько перспектив. И моё синтетическое видение заключается в том, что, во-первых, опираясь на метафизические основания, например, я как человек, который опираясь на какие-то метафизические основания, что это терминист, например, то для меня автоматически физическая каузальная история является одним из важнейших критериев по реидентификации личности. Потому что даже когда человека размножают через какой-то там прибор специальный, каузальная история событий сохраняется. Но, плюс ко всему, сохраняются и другие важные элементы этой личности. Другое дело, что у них синхронически будут разные личности, но они будут связаны генетически с той самой личностью. То есть многие головоломки в проблемах творчества личности, они могут быть преодолены, если просто закончится это соревнование между нарративистами, психологицистами и анималистами. Я не понимаю, почему тело не является важным для критерия творчества личности, важным. Почему психологические критерии не являются важными? Тоже являются важными. Я ни то, ни другое не могу отбросить. Так зачем тогда это делать? Все, конец. Да, пожалуйста. Данила, я вот хочу, хотя в целом, может быть, я не уверен, что нарративный подход является самодостаточным, но мне кажется, что тех возражений, которые вы высказали, это недостаточно. И вот одно из центральных возражений, это, дескать, нарратив должен быть обязательно автонарративом. И вот тут у меня есть большие вопросы, потому что мне кажется, что автонарратив, он зачастую строится как раз исходя из коллективного нарратива. Вы что-то не помните, вам об этом говорят родители, друзья, коллеги, камеры видеонаблюдения и так далее. И вы, грубо говоря, из-за вот этого доверия, вы в свой автонарратив вписываете эти, так сказать, нарративы из перспективы третьего лица. И единство нарратива не нарушается. То есть, имеется в виду, вы присваиваете сторонний нарратив, и это все работает. Не-не-не, я признаю подобного рода возможности, наоборот, это не угрожает моим рассуждениям. Поскольку в случаях, когда человек несет моральную ответственность за убийство памятью, о котором он не воспринимал, мне не обязательно его судить, встраивая в его автобиографический нарратив мой нарратив о том, что я знаю, что он совершил. То есть, эта личность несет моральную ответственность, независимо от того, обладает ли она часть этого нарратива или нет. А вот теперь вот что. Когда речь идет о воспоминаниях других людей обо мне и моих воспоминаниях, это разные нарративы. Но вот когда я читал, например, диссертацию Дмитрия, там идет речь, что есть единственная нарратива. Но когда есть разные нарративы, это не единственная нарратива. Но когда мне кто-то рассказывает, и я это принимаю, а я могу еще это не принять, между прочим. И здесь, опять же, нет критерия правильного и неправильного нарратива. Я могу это не принять. Я могу сказать, что да нет же, я не совершал ничего подобного. И не принять это в качестве моего нарратива. Но когда я это принимаю, у меня образуется мой собственный нарратив. Но он именно автобиографический, он уже не чей-то, он интерьеризирован мной. Пожалуйста, Артем. Вот я, пожалуй, тоже хотел бы защищать нарративную теорию от антоновой критики, не знаю, где-то полгода назад я сделал наблюдение, которое изменило, ну, качнуло положительное направление мое мнение относительно нарративной теории. Вот ты совершенно правильно выяснил, что разные метафизические и философские теории должны идти всегда в какой-то связке, в каком-то комплекте. Если их рассматривать вот так в отдельности, ну, ничего хорошего не получится. И я сделал наблюдение для себя, что нарративная теория должна идти в комплекте с когерентной теорией истинности. Вот если мы их возьмем вместе, сразу очень много вопросов к конкретной теории отпадет. Вот, например, смотри, ты, например, ты говоришь, теорию истинности, ну, например, корреспондентскую, да. А теперь вы представляете, что мы применяем в принципе только когерентную теорию истинности. Представляете себе, что мы доказали, что вот эта теория некорректна, а все остальные просто кому-то не противоречили. И тогда получается, что все, все истинные высказывания составляют некоторый когерентный нарратив. И это верно не только для нарративов и личностей, а это верно, в принципе, для любого истинного, для любого набора истинных рассказов. Тогда идея с нарративным подходом не становится столь уж абсурдной. И она явно не рассеивается. Нарративный подход явно не рассеивается. И ты вот такую мысль, такую фразу допустил, что мы тогда в постноударнизм какой-то впадали. Необязательно. Герентная теория истинность вполне респектабельная в аналитической философии. До тех пор, пока не соприкасается с нарративными критериями. То есть, вот смотри, независимо от того, какую теорию прошел, вот сейчас там есть какая-то на задворках герентная теория истинности. Нет, 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 но я, допустим, они, они пока вот не знаю, что это так связано, допустим, да? И кто-то начинает мне доказывать, что какие-то факты о... Здесь просто меняется и понятие нарратива, и все меняется. То есть, я все трактую в каком-то странном смысле. Я просто не понимаю... Я просто расширяюсь в комментариях. Я не понял вопрос. Можно я тоже отвечу за Антона? Мне кажется, у нас очень похожие все доклады, и я тогда свое сюда применю тоже, так сказать, понимание. То есть, мне кажется, Антон это уже сказал. Он сказал, смотрите, если вся теория истинности когерентна, и все теории, это в таком случае нарративы, то теряется оригинальность нарративного подхода, как именно теории тождества личности. То есть, в данном случае все есть нарратив. У нас есть нарратив про личность, нарратив про государство, нарратив про... А в чем тогда противоположность между нарративным подходом и комбинированным психофизическим подходом, например? Просто набор других, другой метафизический способ. Не, не, не. Смотри, вот здесь вот, что я пытался показать, что когда я так буду трактовать расширительно нарратив, на самом деле это значит, что я все что угодно трактую как нарратив. Нет, 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 это проблема, потому что когда я говорю о цепи физических событий, я не говорю, что я придумал цепи, что это какой-то рассказ. Это, нет, 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 ближе, что нарратив это не то, что я хочу сказать, что цепь физических событий, это не только нарратив, да, но это и то, что имело место, а это разные вещи. А если я начинаю говорить, что все это сослагается в нарратив, то у меня получается такое использование понятия нарратива, расширительное, что оно просто... Мне кажется, что у меня есть такое правило. Если все что угодно, можно назвать всем чем угодно, то это понятие можно выкинуть. Так, Андрей, пожалуйста. Ну, у меня заключение тоже скорее в контексте в канву защиты нарративного подхода. Я сейчас перестал понимать, почему ты так расширительно трактуешь нарратив. То есть, речь идет о том, что нарративом является исключительно история о жизни какой-то личности. Ей не является бутылка или вот этот погрызанный мною в стаканчик. Далеко не все, что угодно. Только истории. Автобиографичные или не автобиографичные? Ты это заметил как упрек, поскольку, дескать, ага, если другие люди могут добавлять мой нарратив, то значит, все, что угодно можно внести в канву моей истории, и значит, там может быть любая ерунда. Волков, по крайней мере, говорит, что не любая. По крайней мере, рассказ о твоей истории должен быть самосогласован. Более того, действия, которые там описываются, должны сочетаться с твоим характером. Если тебе приписывают действия, которые не соответствуют характеру лирического героя, то возникает большие подозрения, что лирический герой их совершал. Что касается перспективы, то, как мне кажется, гораздо чаще речь идет именно о единстве фокуса, о единстве фокуса на главного героя, главного персонажа. Но я нигде, ни у одного нарочиста не встречал идеи о том, что только из единственной перспективы первого лица может устраиваться нарратив. И последний. Я не знаю, как ты будешь на все это отвечать, но надеюсь, ты умен. Почему тебя так смущает проблема внезапных возникновений и воспоминаний? Ты же принимаешь тезис о множественной реализации. Я это не принимаю, если честно. Я не уверен, что тезис множественной реализации, во-первых, что он работает, а во-вторых, у меня еще более радикальное сомнение, что в отношении, что может выполняться тезис множественной реализации личности. Даже если выполняется тезис множественной реализации сознания, это не следует вообще, что тезис множественной реализации личности выполняется. Поэтому здесь у меня сразу же очень большие сомнения возникают. Когда мы говорим о нарративе, то нарратив предполагает какая разница фокус или перспектива, значит, одно и то же. Это раз. Во-вторых, если у меня есть автобиографическая история, уже здесь у меня нет оснований верить в то, что она единая согласована. На основании чего я заключаю? В самом нарративе этого не содержится. Более того, не содержится, что я должен и непременно обязан согласовывать части своего нарратива. Это раз. Но допустим даже, что это так. но потом оказывается, что я как личность, как нарратив еще слагаюсь из нарративов других людей и об этих нарративах я ничего не знаю. Но все это вместе один нарратив. нет? Вот это нигде не утверждают, что это вместе один нарратив. Да, тогда, если... Нет, стоп, 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 тогда возвращаемся к важной вещи, которая играет свою роль для творчества личности, моральной ответственности. И у нас есть случай приписывания моральной ответственности, когда мы можем приписывать моральную ответственность в случае наличия нарратива, который не является принадлежностью этой личности, то есть у него другой нарратив, да, и тогда человек несет моральную ответственность, даже если он не помнит об этом. Но у нас возникает парадокс, то есть здесь тогда этот нарратив не является частью его нарратива. Нет, возникает просто обычный вопрос про автопадокс. Нет, 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 нет. Если ты не помнишь, что ты совершал о том, что тебе рассказывают. Я все еще могу это отрицать. Можно. И я даже могу это не принять. Вот в чем дело. То есть это очень такое зубкое основание. Но когда решается вопрос о моральной ответственности, нет вопроса о характеризации личности. Я несу моральную ответственность или кто-либо другой, потому что это одна и та же личность. А значит, когда приписывается моральная ответственность, так или иначе производится акт реиндентификации. и если у человека отсутствует в автобиографическом нарративе какое-то злоказненное действие, то другой человек подтверждает его реиндентификацию тем, что, говорит, имели место какие-то события. Он привлекает один из критериев, который называется каузальная цепь физических событий. Но так как каузальная цепь физических событий представлена через рассказ этого человека, то мы это называем нарративом. Но тогда мы все, что угодно можем называть нарративом. Потому что все, что угодно мы представляем через слова. Вот и все. Ну хорошо. Давайте будем наверное завершать. Спасибо огромное за нашу докладчикам. Ну а вам мы желаем второй конференции. Ваши сяди еще. По второму кругу. А о чем будете? Свобода воли. Да, Свобода воли с наирусом. Да, да. Спасибо. Спасибо большое за припошение. Спасибо.